Друзья, всем привет! Опять пролетела неделя и снова мы приехали на наше любимое место Завьялова. Сегодня также попробуем половить судачков. Потопал я сейчас вот на озеро с такими лороколовками, поймаем живца и поим расставляться. Время сейчас пол седьмого утра, из города мы выехали где-то в пол пято, вот до суда добирались два часа. На море сегодня практически полный штиль, сейчас через час пойду проверю руколовки, если есть маль, пойдем ставить поставки. В прошлом своем видео я вам показывал, как делать вот такие вот поплавочки для поставков, а вот уже готовые поставочки. То есть получается здесь вот такое вот большое грузило, леска намотана и два крючка. Длина лески 20 метров, здесь выходит от 5 до 8 метров глубина. Ну и так прошло где-то около 40 минут, как я поставил руколовки. Пошел проверять. Посмотрим сейчас, что в этой. Вот все равно немного живца поймалось, на него поедем сейчас оставить поставки. Живцы на месте. Отправляем их, стравливаем леску до дна именно. Все, когда на дне, вот так вот делаем петлю. Ставим и отправляем. Ну вот, немного выставились, пошли к берегу. Ну и так, друзья, как вы видите, погода поменялась, гремит гром, скоро вот-вот пойдет дождь. Поехали мы проверять поставки. В надежде, что что-нибудь да поймаем. Ну вот, подходим к поставочкам. Голый. Голый. Голого. Голого. Поехали. что-то сопротивляется это я этого хватать он сейчас уйдет не успел снять ну вот еще судачок попался говорю есть давай я потяну тупо тупо едет хорош очередной постолочек посмотрим сейчас ага, есть что-то вроде опять есть, прям так тяжело идёт, прям вообще хорошо, тяжеловато на нижнем уйдет у меня на нижнем, на нижнем вон она ну еще вот такой вот, друзья, килограммчика на три с половиной судачок попался его не успели заснять, потому что сильно боролся некогда было включать камеру, надо было его снимать с поставочка ну вот, самый большой, вот он сегодня попался, килограмма на три ну а те где-то так, по полторашки, потому что мушечник один есть так что уже рыбалка удалась ну и так, друзья, наступил следующий день как вы можете убедиться, погода нифига не изменилась только что шел дождь, была гроза вот, ребята на свой страх и риск поехали проверять поставки время сейчас у нас 6 утра ну а я пока что буду кашеварить ну и в общем вот, прошло где-то около часа парни поставки проверили, сейчас посмотрим, что они поймали вот такие вот монстры у нас попались ну тоже, наверное, килограмма три не меньше, да? вот этот вот поменьше чуть-чуть он не влазит вообще ты понимаешь, что лежать тут в основном вот так вот, друзья, у нас проходит наша рыбалка второй день, как бы тоже уже не тряпимся в ДКМ какая же рыбалка без рыбного блюда сегодня опять вот жарим панировочки дачков ну и вот так вот потихонечку все это дело зажаривается вот такая вот красота у нас уже получается вот так вот у нас ребятишки костер сделали а зачем зажигалка, там же он горит вот такая красота итак, время уже вечер, часов шесть, наверное сейчас поедем, проверим поставки ну это займет где-то около часа потом еще раз поставим на ночь и завтра будем собираться домой как всегда на рыбалке время летит незаметно два дня пролетело как один миг время сейчас шесть утра друг он уже поехал проверять и снимать поставки но я пока тут разогреваю кофе и потихоньку начинаем собираться уже в сторону дома так, мы вот другом проверил пойдем посмотрим, что там поймалось ведро не зря тащу ведро не зря тащу отлично что-то не разбудил никого один написал привет ну и вот друзья наш утренний улов чуть-чуть судачка есть в принципе такой довольно нехилый вот вот так вот храним рыбу чтобы она не испортилась наморозили бутылочек со льдом и сейчас туда отправим скоро собираемся домой ну и в общем как вы могли убедиться вот эти вот поставки работают отлично так что сделал я их не зря ну вот и все наше рыболовное приключение подходит к концу потихоньку начали собираться домой надеюсь что это видео для вас было бы интересным всем пока до новых интересных встреч в общем вот добрались до дому вот он наш результат рыбалки рыбалки